Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей. Сегодня у нас в гостях Лена. И Лена нам расскажет о том, как же круто, или может быть не очень, работать тренером в Израиле. Привет! Итак. Так, начнем с того, что спорт в Израиле достаточно любительский. Но при этом он очень востребованный, потому что все люди следят за своим здоровьем. И там медицинский фитнес больше развит. И работать тренером можно даже при медицинских учреждениях. То есть там есть медицинские кассы, такие вот крупные, как Лолит, есть Макаби. И у них уже в страховку, то есть каждого граждана, входит 12 тренировок с тренером. То есть, в принципе, каждый человек, который, а там каждый, в принципе, прикреплен к какой-то больничной кассе, он платит страховку. И в эту страховку, как правило, тренировки уже входят. Тренера там всегда нужны. Очень много русскоговорящих. И больше, на самом деле, спрос, если тренироваться индивидуально, персональным залом, это больше уходят русские. Израильтяне, они очень нежные люди. И им подойдет, наверное, тренировки по реабилитации, что-то такое, чтобы мышцы не болели, чтобы они не так сильно уставали, чтобы тренировка была в удовольствии. То есть, уставать они не очень любят. Но, несмотря на это, очень много фитнес-клубов, площадки просто в каждом дворе. Причем, там есть всякие тренажеры. И что самое удивительное, то, что очень много бабулечек и дедулечек, которые на них занимаются. Это прям вот очень сильно умиляет. Здорово. Очень здорово. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот что, так как, скорее всего, нас будут смотреть тренера, и первое, что пугает людей, когда они задумываются о том, вот, поработать в какой-то другой стране, может быть, в Израиле, попробовать себя. Тяжело ли пройти сертификацию? То есть, насколько это, вот, даже, знаешь, как, не в документах дела, а, так скажем, знания, уровень знаний, насколько, вот, по сравнению с нашими, может быть, тренерами нужно иметь? Ну, в Израиле, в отличие от России, нельзя устроиться тренером, если у тебя нет образования. Поэтому, как бы, в любом случае нужно учиться, и нужно как-то, ну, какую-то иметь сертификацию. В принципе, в русских залах, как бы, они, их устраивают и российские дипломы, как бы, не сильно подтирают, но желательно, конечно, чтобы они были международного образца. Потому что, если идти устраиваться работать не в частный какой-то зал, а в сеть более крупную, то там будут просить уже что-то стоящее. А как это происходит в Израиле? Какое образование нужно? Тренеры по определенному направлению. То есть, там, в принципе, нужно получать, как бы, специальность узконаправленную. Ну, потому что в Израиле, ну, в принципе, так все устроено, там даже в медицине, то есть, учиться по узконаправленной специальности, то есть, человек должен определить, чем он хочет заниматься. То же самое и в спорте. То есть, если ты тренируешь по большому теннису, ты идешь, учишься на тренинг по большому теннису. Кстати, была такая ситуация с моей подругой. Она мастер спорта по большому теннису. Она приехала, она работала в Москве и выступала на международном уровне, но в Израиле ей не разрешили работать, пока она не получит такого образования. А в России такого образования не дают. Просто у нас не учат на тренировках большого тенниса. А в Израиле есть, вот она поступила в институт Вингита и сейчас учится, чтобы устроиться на работу. Прикольно. Слушай, смотри, получается, что в Израиле есть как целые институты, ну, какие-то, которые учат. Ну, самый крупный спортивный институт, это институт Вингита, который я уже называла. Вот, там, мне кажется, просто есть все виды спорта. То есть, там прям вот огромная территория. Буддебилдинг, считай. Там все есть. А, то есть, в Израиле? Ну, они как бы вот... Они, это институт прям спорта. То есть, там все виды спорта и вот по каждому направлению. Там даже есть и массаж, то есть, ну, все, что связано со здоровьем. Около, все в этом институте есть. Также сейчас появились факультеты по спорту в Тель-Авивском университете. Потому что я вот подтверждала лицензию уже в Тель-Авивском университете проходила курсы. Интересно. Просто видишь, какое вот у нас, допустим, внутри клубов есть отношение, я сталкивался в Москве. То есть, ну, ты, наверное, слышала, что есть иногда там, если тренера платят аренду, еще что-то. То есть, какие-то поблажки, да. То есть, когда ты выступаешь. И, ну, я тебе, конечно, дам эту информацию нашим зрителям за где-то, наверное, 2015 год. Не помню, может быть, 2016. Но была такая ситуация, что можно пойти в клуб и сказать, я вот выступаю, вот мои документы, там регалии какие-то. Бодибилдинг. И говорят, бодибилдинг не спорт. Иди отсюда, мальчик. Ну, нет, такого нет. Такого нет? Ну, во-первых, получить какие-то регалии в Израиле невозможно. Там нет этого. Там нет мастеров. Ты не можешь получить себе какую-то... Как это назвать? Ну, это, ну, как сказать, ну, регалии, такое правильное, звание спортивное. Если ты хочешь получить какое-то звание, тебе нужно ехать за границу и подтверждать. Потому что в Израиле ты этого не сделаешь. Хотя тоже проводятся и чемпионаты, и мирового уровня. Но, в принципе, спорт в Израиле, из-за того, что он не сильно развит, и то очень много спортсменов выступает именно за границей. Там, в принципе, это распространено. То есть, если человек что-то из себя представляет, его прям, давай, за нас. Ну, это же круто. Но, что самое важное, то, что такие люди, они хорошо спонсируются, получают, есть, ну, типа, стипендий спортивный. То есть, люди, которые выступают за Израиль, они, как бы, получают дополнительную денежку за то, что они тренируются и выступают. И, естественно, им, как бы, даже те же, по тяжелоатлетике, там, какие-то штангетки, формы, все обеспечивают. А у нас те, кто, в общем, выступают и платят дополнительно деньги, чтобы выступить, ситуация в России. Так, окей, смотри, как ты вообще вот так вот решила стать тренингом? Почему? Ой, ну, вообще, я с детства просто спортсменка. То есть, у меня началось все с спортивной гимнастики. Я выступала, тоже у меня кандидат в мастер спорта, но, к сожалению, ее там не сложилась судьба, мне запретили. И в институте уже часто преподаватель по физкультуре просил меня помочь ей. Вот, я иногда заменяла и готовила нашу сборную по хип-хопу, учила акробатики по вечерам. То есть, ну, показывала какие-то элементы. Вот, в принципе, это, наверное, первый мой такой опыт, хотя я вообще не знала ничего о тренерстве. Вот, и в основном это были там подружки, которые, типа, ой, научи меня тоже стоять на руках, типа, ага, как сделать потом первого робота, ну, что-то такое. Было просто на уровне, ну, не тренера, а просто, ну, хотите, давайте, помогу. Вот. И, в принципе, о тренерской деятельности я задумывалась уже, когда попала в Израиль, и это было в 15-м году, я поехала на программу МАСА. Как раз тогда учили, был курс от института Блингита, института спорта назывался МАСА Спорт Экстрим. И мы 10 месяцев изучали, пробовали всякие разные виды спорта. Ну, на самом деле, учеба была очень захватывающая, интересная. Я прямо ее вспоминаю. Даже навещаю иногда тот наш мини-городок Ницана. Хоть это и просто пустынное место, но она, на самом деле, идеальна для развития, собственно, потому что нет никаких соблазнов. У тебя вот есть, грубо говоря, школа, куда ты ходишь на лекции. У тебя есть зал, в котором ты занимаешься, есть бассейн, в котором ты тоже занимаешься. Все, и столовая. Ни магазинов, никаких развлечений. То есть, ну, просто вот ты вот целыми днями находишься вот в этой среде, и у тебя там бывает по нескольких тренировок в день, и все будет насыщенно, и очень полноценно. На самом деле, очень классно. Вот, плюс я попала в экспериментальную группу, когда открыли программу ЗОЖ, это типа диетология. Вот, и я еще погрузилась в это, и у нас было там отдельно тоже по анализам там всякие рационы, питания, все дела. Я очень сильно спрогрузировала, и в принципе, потом, когда я приехала сюда, я сразу меня взяли в группу, я там начала выступать на соревнованиях. То есть, ты себя после Израиля везде возьмешь вообще? Ну да, я сразу попала в тяжелую атлетику, вот, начала заниматься. Квастер, скажи людям, они не часто видят, по-моему, более в тяжелой атлетике вот такие. Да, вот я защитила, я буквально за год тренировок сделала первый взрослый разряд в тяжелой атлетике. Мне не хватило всего 4-х килограмм до кандидата в мастер спорта, это было очень обидно. Вообще, представляете, человек за год практически сделал КМС, ну там ерунда эти 4 килограмма вообще. Вот, сейчас, конечно, нормативы поменялись, но пока я здесь, я думаю, блин, ну хоть бы сняли и выступить где-нибудь, потому что сейчас я в технике за достаточно долго, я примерно уже 3 года просто занимаюсь на технику, у меня были перерывы из-за переезда в Израиль, ну, в тренировках, вот, я выросла в технике. Подняться веса, и я думаю, то, что сейчас можно выполнить. Норматив. Да, ну, кандидат в мастер спорта, я надеюсь. Но мне нужно быть здесь в этот момент. Ну, непонятно пока, как случится все. Да, ну, сейчас, как бы, небо закрыто, хоть я и могу улететь, но я не вижу толку особо сейчас туда лететь и сидеть без работы. Здесь жизнь немножко дешевле, поэтому... Да, все правильно. Я как истинный еврейка, там, где экономящие... Учитесь, учить старше. Все правильно. Как ты относишься к пауэрлифтингу? Может быть, мы когда-нибудь тебя склоним в нашу федерацию? Да я ни к какому спорту не отношусь плохо. Я, как бы, открыта ко всем видам спорта, мне кажется, что я что-то только не пробовала. Но в пауэрлифтинге у меня слабые ноги. Вот у меня ноги – моя проблема, то есть над ними надо работать. То есть, потому что в тяжелой атлетике я все почти делаю спиной. Похвастайся с силовыми, расскажи про тяжелую атлетику. Ну, то, что говорить о моих рекордах, то рывочек у меня 49 килограмм. Прикинь, с чего? А толчок с груди 70. Для тех, кто не знает, ребят, тяжелая атлетика – это все над головой штанга в конце движения, оказывается. Это вот это вот направление, а пауэрлифтинг – это становая тяга, присед и жим лежа. Просто люди очень часто путаются, они даже путают бодибилдинг с тяжелой атлетикой. И объединяют. То есть, они думают, что это одна там, типа, ты сначала такая красивая вся вышла, а потом еще такая красивая вся штанга поднималась. Поэтому я для обыкбайся шифровал. Вот. Так, ладно. Ну, ты становую же все равно делала что-нибудь такое? Делала мой максимум становой, я оторвала стеклограмм. Ну, у меня ноги слабые, и то я тяну всегда спиной. У меня проблема в том, что я спиной вытягиваю. Ну, это ерунда, я даже знаю, как это в голове, где он съел, как это исправится. Вообще. Ну, а ты в классике в сумму тянешь? В сумму я вот не могу, у меня проблемы с икроножными, вот. Для этого я в классику только. Ну, хотя вот недавно я пыталась отработать сумму, но у меня вот там, видимо, зажимы какие-то в икроножные и не болезненные. Штангетка убьешь? Штангетка. Ну, ладно, это мы потемь. Я уже просто меня понесло вообще. Я сейчас... Мы сейчас сделаем с вами сумму просто. Не знаю, с чем. Вот. Блин, вообще круто. Ну, что ж, дорогие друзья, наш коротенький выпуск подошел к концу. Соответственно, что? Я думаю, что может народ у тебя взять, скажи, какие-то консультации онлайн? Конечно. Да? Что по тяжелой атлетике, по акробатике, потому что я, в принципе, сейчас работаю с детьми, тренирую деток в Израиле. Вот. Именно по этому направлению. Ну, акробатики, тяжелая атлетика. И, как бы, постоянно развиваюсь, изучаю технику, углубляюсь в эти позиции. Вообще шикарно. Круто. Так что давайте берем, Лена, консультации, кому нужно. По питанию, я думаю, что тоже, да, может помочь. Да, по питанию, да, я очень много изучала вопросов. Так что, девочки, подключайтесь, особенно сейчас, карантин, это очень актуально, чтобы, соответственно, у специалиста можно было посоветоваться. Тем более у такого, понимаете, что человек в центре мировой медицины живет, учится. То есть это рядом не лежало с тем, что вы можете найти там в Яндексе в каком-нибудь и так далее. То есть это вообще на порядок выше. Мне просто повезло, что я рядом сижу здесь. Вот. Спасибо. Так что лайк, подписка, репост. Да пребудет с вами здоровье.